С итогами недели на телеканале ННТ вас ознакомят мои коллеги и я, Айша Камалова. Здравствуйте! Коротко о главном. Жесткий контроль. Как торговые центры соблюдают требования по QR-кодам? Проверили чиновники правительства. Выплат на всех не хватит. На неделе глава Дагестана Сергей Меликов раскритиковал представителя Минтруда Дагестана. Газ в каждый дом. Как на самом деле обстоят дела в республике с догазификацией населения, узнавали наши корреспонденты. Все дороги ведут в Кунке, в самом высокогорном селе Доходаевского района. Настоящий праздник. По какому поводу, расскажут наши корреспонденты. Первый авиарейс за два последних года. На святые земли в Малый Хадж отправились более 200 колонников из Дагестана. Торговля с нарушением. Система QR-кода введена по всей стране. Однако еще не все спешат ее соблюдать. На неделе чиновники республиканского кабина приняли участие в рейдах по обследованию торговых объектов на предмет соблюдения требований Роспотребнадзора. Выездная группа посетила несколько крупных торговых центров Махачкалы. В ходе проверок в некоторых из них были выявлены нарушения. По отношению к владельцам торговых объектов будут применены соответствующие меры. Рейды по замыслу властей будут проводиться до полного устранения всех нарушений. А проверка QR-кодов будет действовать до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе. Сергей Меликов на неделе раскритиковал представителей Министерства труда и социального развития Дагестана за задержку начислений. На совещании у руководителя региона первый замминистра Ибрагим Зайналаев объяснил это недостатком средств. На эти цели не хватает порядка 600 миллионов рублей. Меликов напомнил, что этот вопрос поднимался уже не раз в течение года. И министерству стоит отчитаться не за то, какую сумму они освоили, а о том, в полном ли объеме семьи охвачены выплатами. Глава Дагестана также отметил, что уже поздно обращаться в федеральный центр за дополнительным финансированием. Газ в каждый дом. По поручению президента Российской Федерации Владимира Путина по всей стране реализуется программа социальной газификации, позволяющая подводить голубое топливо к границам земельных участков бесплатно. Представители Росреестра и компании «Газпром» Межрегионгаз разъяснили нюансы журналистам республиканских СМИ. Все подробности в следующем сюжете. Лозунг «Газ в каждый дом» – это, конечно, хорошо, но в каждом ли доме он сегодня есть? В республике все еще встречаются проблемы с подключением голубого топлива. Причем такое положение делал не только в селах, но и в городах. Газопровод вроде есть, но к домам жильцов не подведен. Сейчас поступило более 800 заявок на догазификацию, однако одобрены из них только 657. Об этом рассказали представители «Газпром» Межрегионгаза и Росреестра на совместной пресс-конференции. Когда начали проверяться, самая главная проблема в 90% случаев – это отсутствие правоостановления документов на земельный участок и на домостроение. После постановления с 18 октября вышло уже постановление 1547, новые правила технического подключения. Там нужны обязательно оба документа. Это обязательно документ на земельный участок, что она находится в собственности, и документ на домостроение, что она зарегистрирована и она в собственности у нее находится. По закону догазификация коснется всех, в том числе и садоводческие общества. Если участок находится в границах товарищества, расположенного в газифицированном населенном пункте, то проблем не возникнет и топливо подведут бесплатно. Но и здесь есть свои нюансы, отметил представитель «Газпрома». Есть другая проблема. Вот многие заявки, мы из Бирбаши столкнулись с такой ситуацией, в Дербеньке, в Махачкале, я думаю, такая же ситуация. Вот сейчас в Каспийске мы выявили такую ситуацию. Если садоводческое общество находится в пределах этого населенного пункта, и в границах этого муниципального образования присвоены адреса, которые в ФИАС они вошли, то они имеют право, как жители этого населенного пункта, получат доступ к программе догазификации. Бесплатно подвезти газ к земельному участку поможет и так называемая дачная амнистия. Ведь люготная газификация возможна только при условии зарегистрированного права собственности на дом, а земельный участок обязательно должен стоять на кадастровом учете. Есть такой закон, который в народе прозвали дачная амнистия. Он действовал до 2021 года, его продлили еще на 5 лет, то есть он сейчас действует до 26 года. Это упрощенный порядок регистрации прав на земельный участок и на жилые дома. На земельный участок достаточно документа, выданного органом местного самоуправления, до вступления в силу земельного кодекса. Это может быть свидетельство, которое выдавалось в тот период, это могут быть выписки из похозяйственной книги или решение постановления о выделении земельного участка. На жилой дом тоже продлина дачная амнистия, тоже действует упрощенный порядок. Достаточно предоставить документ на земельный участок и технический план. Социальная газификация – это один из приоритетных государственных проектов, однако процесс идет тяжело. В Дагестане на сегодняшний день удалось подключить к газу только 55 объектов. Учитывая, что вопрос находится на контроле у главы государства, по чему поручению ведется вся компания, республиканским властям предстоит большая работа. В том числе и по просвещению населения, которое, как показывает практика, не всегда в курсе правовых нюансов процесса. Курбан Рагимов, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. За последние три недели цена «Анагаз» снизилась с 33 до 29-30 рублей за литр. Об этом сообщили в Минэнерго-республике. По мнению специалистов ведомства, это говорит о постепенной стабилизации биржевых цен на газомоторное топливо. Кроме того, по результатам совещания, проведенного в Уфас по республике Дагестан с представителями автозаправочной отрасли республики. Владельцам АЗС даны рекомендации об установлении экономически обоснованных цен. Теперь им необходимо представить перечень соответствующих документов, обосновывающих формирование отпускной розничной цены на автозаправочных комплексах республики. Работа в данном направлении находится на особом контроле Министерства энергетики региона. Криптовалюта по-прежнему в тренде. Еще одна крупнейшая майнинг-ферма обнаружена в Дагестане, теперь уже в Каспийске. Для произведения цифровой криптовалюты мошенники незаконно подключились к электросетям. Оборудование прятали в бытовке строительного объекта. Напомним, что Дагестан занимает первое место на Северном Кавказе по количеству ферм для майнинга. Всего за 11 месяцев в республике обнаружили 18 таких станций. Учитывая высокую степень общественной опасности подобных явлений, деятельность органов внутренних дел направлена на выявление и пресечение фактов организации добычи криптовалют путем несанкционированного подключения к электросетям, которые квалифицируются по статье 165 Уголовного кодекса Российской Федерации в причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Максимальное наказание по указанной статье предусматривает лечение свободы на срок до 5 лет. Небольшое село Кунки – самое высокогорное в Дахадаевском районе. Здесь по программе местные инициативы благоустроили общественную территорию, а при поддержке администрации района провели капремонт дороги. При этом местные жители и выходцы села тоже не остались в стороне. Подробности в сюжете Натальи Ханбабаевой. В селе Кунки проживает около 500 человек. Суровые горцы, непривыкшие к комфортным условиям жизни, с радостью воспринимают любое маломальски значимое событие, облегчающее их жизнь и быт. Возможности местного бюджета небольшие, поэтому районные власти взяли на вооружение новый метод – привлечение к значимым проектам инициативных сельчан и выходцев из района. Откликнулись многие. В итоге в высокогорном ауле власть совместно с народом реализовала сразу несколько проектов. От строительства Гадыкана до ремонта дорог. Более половины, которые выходят из Кунки, работают на рынках. То есть, в самое время, в субботу и воскресенье, когда идет торговля, они в это время тоже оставляли свою работу, свой доход. И приезжали, расходовали энергию, время, свои деньги и организовали такой большой ремонт своего села. Когда мы выделяем для сельских дорог 500, 600, 700 тысяч, они почти ничего не решают. А выделены деньги для этого села, они их удвоили, утроили. То есть, своим участием, участием своих сельчан. Гадыкан в жизни сельчан всегда был знаковым местом. Ведь именно здесь решаются многие вопросы жизни аула. В селе Кунки место общего схода было в полуразрушенном состоянии. Благодаря участию в республиканской программе местной инициативы его отремонтировали. Вот здесь решение постоит для общественных целей. Вот это все. Для общественных целей. В случае чего, не дай бы, конечно, для лучшего, что в данный момент, где мы стоим. Здесь огромный труд вложили наши сельчане. Оттуда приезжали народ, который вне всего проживает. Они организовывали субботники, недели два раза. На своих машинах приезжали, два-три дня оставались. Они помогали. Одно дело построить новую дорогу, другое – поддерживать ее в хорошем состоянии. По программе Дорожного фонда при поддержке администрации района в селе Кунки провели работы по строительству подпорной стены опасного участка и капремонт дороги общего пользования. Именно этот путь ввел верхнюю часть села и в течение долгих лет находился в плачевном состоянии. Как говорят местные старожилы, из-за селевых потоков этот участок пути размывало. Теперь все это позади. У нас дорога к кладбищу, которая у нас постоянно была плохо, невозможно было идти, пройти. Сделали, открыли. Это очень важно для села Кунки. Почему? Потому что если человек живет в селении, без этого никак не получается. То кладбище, то заводовое, то выйти посидеть нам не было. Был сильный дождь, мы не могли пройти на кладбище. Почему? Потому что была большая река, невозможно было. Опызны были, невозможно было пройти. Те, которые должны были раздаваться, которые для умерших. Мы просто пошли в дом культуры, в сельский дом культуры и там раздали. Вот это было очень даже плохо, потому что не было у нас никакой возможности пройти и уйти. Все время надеяться и уповать на чиновников – это самое простое, говорят кункинцы. С властью надо работать и ей надо помогать. Тогда и власть не останется в стороне отчаяния и нужд населения. Пример кункинцев в этом смысле во многом показателен. Наталья Ханбабаева, Магомед Магомедов, Мурат Бекбарзов. Новости ННТ. Дахадаевский район. Как в условиях многоязычия правильно сформировать читательскую грамотность и развить устную речь школьников? Форум «Русский язык в политкультурном образовательном пространстве» стартовал в Махачкале. 110 педагогов и методистов со всех муниципалитетов республики, 20 преподавателей из соседних регионов встретились для обмена опытом. В течение трех дней спикеры выступят со своими докладами. На мой взгляд, самое главное – это читать. Мы должны научиться читать. И для качественного преподавания русского языка необходимо построить свою работу с текстом. Если учитель русского языка научит своих детей анализировать текст, работать с текстом, значит и результат у него тоже будет очень высокий. И чтение сегодня – это основа. Чтобы освоить грамотно русский язык, язык нашего межнационального общения, основной навык – это чтение. Чтение не в том смысле, чтобы просто прочитать, а прочтение осмысленное, которое практиковалось в советской школе. Инструментом является именно книга, а начинаем мы с маленького произведения. Бывает, когда дети говорят, ой, это много я не хочу читать. Поэтому начинаем с маленького. И какие тексты подбираем? Подбираем, начинаем с притч. Суть не в том, чтобы ребенок прочитал и пересказал. Суть в том, чтобы он прочитал, пересказал, применил и при этом понимал дальше, как этот текст будет влиять ему в жизнь. Прямая трансляция форума включила в процесс преподавателей по всей стране. Еще одна тема обсуждений – как проводить интерактивные уроки в условиях цифровизации. По мнению спикеров, использование электронных гаджетов может не только отвлекать, но и помогает развивать интерес к предмету. Интерес ребенка к языку может вызвать обращение к этимологии, то есть к происхождению слов. Очень важно, когда ребенок работает со словарем, когда он работает с книгой. На сегодняшний день, в эпоху цифровизации образования, ребенок может пользоваться электронным словарем. То есть на уроке он уже должен понимать, что эти самые гаджеты и технологии, они могут помочь ему и обучаться. Гран-при конкурса «Туристический сувенир-2021» достался мастеру из Унзуколя. В Саранске определили победителей всероссийского конкурса. Отметим, что в финале было представлено свыше 400 изделий из 45 регионов страны, от более 260 участников. Карандашница мастера Магомедали Магомедалиева из дагестанского села Унцукуль была признана лучшим сувениром. Отметим, что на окружном этапе конкурса в этом году было заявлено 324 изделия из 32 регионов России. Из Дагестана на призовые места в четырех номинациях претендовало сразу 14 работ, 13 из которых стали лауреатами окружного этапа конкурса. Состоялся первый за два года авиарейс из Дагестана на Святые Земли, Мекки и Медины. В ночь на четверг из Махачкалы вылетело около 250 человек. В течение двух недель они будут находиться в Саудовской Аравии и совершать малый хадж умра. В Махачкалинском аэропорту паломников провожал и наш корреспондент Хамза Нурмагомедов. Ему слово. Два года ограничений. Вот первый долгожданный вылет из Махачкалы на Святые Земли, Мекки и Медины. В три часа ночи зал ожидания столичного аэропорта заполнен паломниками и провожающими. Эмоции у меня, я не знаю, правда ли, не правда, у меня не верится. Вот только я визу получила, сейчас уже осуществилась моя мечта. Ну, я уже в 19-м году была, два года еще мечтала поехать, но я еще долечу, потом уже точно буду уверена. Совершить малый хадж через компанию Марва Тур отправляются не только дагестанцы, но и жители других регионов России. Первая моя поездка в Саудовскую Аравию, она состоялась при непосредственной поддержке компании Марва Тур. То есть, ею были созданы все условия, замечательные руководители, замечательные условия, начиная с вылета, заканчивая размещением и всем всем. Поэтому данная компания, она проверенная, зарекомендовала себя на нашем рынке, поэтому не стал проверять другие какие-то компании, уже более надежные проверенные компании, решил полететь туда. По прямому авиарейсу из Махачхилы в Джиду отправились 248 паломников. Они будут пребывать на святых землях две недели. Желание паломников очень усилилось, и это заметно по самим паломникам, как они очень трепетно относятся к этой поездке и готовы выполнять очень даже такие детальные мелочные вещи, чтобы ничего не упустить и попасть на эти земли. «Поломники, как мы уже сказали, очень трепетно подходят к этому вопросу, и все эти вопросы выполнили, подошли к вакцинированным, подошли к тест пройденными, и, аль-хамду-ля, сейчас они проходят регистрацию, и уже почти полрейса прошло». После снятия ограничений рейсы в Саудовскую Аравию станут регулярными, отметили представители Марва Тур. Это значит, что для мусульман России вновь открыт путь к святыням ислама. А на этом у нас все. Это были итоги недели на телеканале ННТ. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова